Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я покажу, как приготовить всеми любимое клубничное варенье. Ароматное, яркое, вкусное и очень красивое, с целыми крепкими ягодами. Зимой это будет первым лакомством к чаю. В ингредиентах нет ничего лишнего, только клубника и сахар. Варенье по этому рецепту готовила еще моя прабабушка. Сначала я отбираю красивые спелые ягоды, убираю хвостики и тщательно промываю в 2-3 водах. Складываю ягоды в эмалированную кастрюлю и засыпаю сахаром этапами. Сначала слой клубники, потом слой сахара, снова клубника и снова сахар. Слишком сладкое приторное варенье моя семья не любит, поэтому на 1 кг ягод я кладу примерно 700-750 г сахара. Этого достаточно и для сладости, и для хранения. Оставляю на несколько часов засыпанную сахаром ягоду, чтобы она пустила сок. После этого ставлю кастрюлю на огонь и довожу до кипения, провариваю около 5 минут и выключаю плиту. Варенье должно полностью остыть. Затем я снова ставлю варенье на огонь, снова варю совсем недолго и опять отключаю плиту. Когда варенье остынет, повторяю заново и так несколько раз. Процесс покажется долгим, но это единственный натуральный способ сохранить ягодки целыми. К тому же, пока варенье остывает, оно не требует моего присутствия, поэтому все проще, чем кажется. Готовность варенья проверяю пробой капля, то есть набираю ложечкой немного варенья из миски и капаю на блюдце. Если капля растекается, нужно проварить еще. Если капля прекрасно держит форму, значит варенье готово и его можно закатывать в баночки. Перед последним этапом варки я готовлю банки для закатки. Обычно стерилизую их в микроволновой печи. Наливаю на дно банки 2 столовые ложки холодной воды, ставлю в микроволновку, включая ее на полную мощность на пару минут, затем стряхиваю с банок остатки воды, а крышки складываю в сотейник и кипячу. Все, банки и крышки простелеризованы. Горячее кипящее варенье накладываю большой ложкой в банки, почти с горкой. Накрываю крышками, закручиваю и оставляю банки остывать. Не укутывая и после остывания не ставлю в холодильник, варенье прекрасно хранится в темном прохладном месте. Прекрасное варенье готово. Ароматное, яркое, красивое и аппетитное. Можно щедро накладывать на горячий оладушек или добавлять в креманку с мороженым. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!